В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова. Акция была согласована с властями. Политика убили пять лет назад, однако помимо требований наказать заказчиков преступления, вышедшие на марш скандировали и много других лозунгов. Затем, как прошла эта акция, наблюдал мой коллега Иван Медведев. Марш прошел без каких-либо эксцессов. Он, как и должен был, стартовал в 14 часов и завершился в 16, как и должен был. Организаторы заявляли 30 тысяч участников. Этой численности достичь не удалось. По официальным данным МВД в шествии приняли участие чуть больше 10 тысяч человек. По данным белого счетчика, через рамки на вход прошли 22 с лишним тысячи. Люди были самые разные и представляли практически весь спектр российской оппозиции. Солидарность, Яблоко, Демвыбор, Левые, Правые и люди, которых на марше Немцова было видеть несколько странно. По крайней мере их плакаты. Гагаринский, Ломоносовский и так далее против строительства метро под нашими домами. Но большинство все же несли транспаранты с фотографиями Бориса Немцова и с портретами и фамилиями фигурантов громких уголовных дел последнего времени. Дело Сети, организации запрещенной в России, дело Нового Величия и дело 212 о протестах лета прошлого года в Москве. Соседство всех этих тем на одном марше сами участники шествия объясняют очень просто. Во-первых, у них не так много шансов высказаться, не так часто акции протеста удается согласовать. Второе, многие из пришедших считают, что и убийство Немцова, и уголовные дела против других оппозиционно настроенных граждан – это все звенья одной цепи. Нельзя сказать, что память о Немцове ушла на второй план, но это хороший повод выразить свое отношение к текущему политическому моменту. Организаторы мероприятия, к слову, изначально заявляли его и как акцию памяти, и как политический марш с требованием сменяемости власти в России, о чем, собственно, и говорили уже на месте. Во главе колонны с рупором в руках Илья Яшин, в первой линии Михаил Касьянов, а вот Алексей Навальный шел с женой отдельно от других лидеров оппозиции, ближе к хвосту колонны, среди простых участников марша. И в отличие от протестных акций, которые возглавляет или инициирует Навальный, на марше Немцова преобладала не молодежь, а люди взрослые, за 30 и, скорее, даже хорошо за 30. Молодежь тоже была, но создавалось ощущение, что большинство собравшихся хорошо помнят Бориса Немцова еще на пике его политической карьеры. Итоги марша Немцова 2020 года мы попросили подвести двух политологов. Вот что говорит председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Можно констатировать, что вот такой традиционный протестный актив отмобилизован был очень хорошо, но в то же время важно отметить, что присоединение каких-то новых групп, неполитизированных групп не произошло. То есть это достаточно высокая численность, но все-таки все это находится в традиционных значениях для антипутинских митингов, для митингов несистемной оппозиции. А вот мнение директора Центра политологических исследований Финансового университета Павла Салина. Мероприятие можно назвать состоявшимся, то есть мероприятие для тех, если кто-то хотел послать сигнал власти, то 22 тысячи человек это немного, но прилично. И вполне может быть, что мы на подходе очередной волны массовой активности в крупных городах. О том, чего либо не было раньше, либо не бросалось в глаза. В этот раз камеры видеонаблюдения висели буквально на каждой рамке на входе, а было их больше 40. Объективы прямо на уровне лица входящего, плюс камеры широкого обзора сверху. И множество молодых людей в гражданском с одинаковыми золотистыми айфонами, у кого в руках, у кого на штативах. И они также постоянно вели съемку, перемещаясь в пространстве. Из того, что было впервые услышано, настойчивые рекомендации от полицейских не скрывать лица на массовых мероприятиях. То есть не носить маски. В толпе, конечно, посмеивались над этими призывами в контексте разговоров об опасности коронавируса. Завершился марш тем, что на проспекте Сахарова люди растянули длинное полотно с российским триколором. Кто-то возложил цветы к памятнику жертвам политических репрессий, кто-то отправился с цветами к месту убийства Бориса Немцова. Этой ночью в Москве был убит известный российский политик Борис Немцов. Все произошло, когда он возвращался домой по Москворецкому мосту. Достаточно сильно напоминает сценарий убийств из 90-х годов. Кто мог убить Бориса Немцова? Кому это могло быть выгодно? Самое громкое политическое убийство, произошедшее в России. Пять лет назад убит Борис Немцов. Мы Борис Немцов! Мы Борис Немцов! Мы Борис Немцов! 27 февраля 2015 года, незадолго до того, как кремлевские куранты пробили полночь, на Большом Москворецком мосту раздались выстрелы. Убийца стрелял в спину. Он нажал на спусковой курок шесть раз. Пули попали жертвы в сердце, голову, желудок и печень. Человек, в которого стреляли, скончался еще до приезда скорой помощи. Личность погибшего установили быстро. Это был известный оппозиционный политик Борис Немцов. Степень опасности будет возрастать для вас? Да. Сильно. Киллер запрыгнул в подъехавшую легковушку, которая мгновенно скрылась с места преступления. Рядом с бездыханным телом осталась только Анна Дурицкая, украинская модель, с которой Немцов после ужина в ресторане решил прогуляться по ночной Москве. Удивительно, но девушку убийцы не тронули. Хотя при заказных убийствах свидетелей, как правило, не оставляют. В столице был объявлен план перехвата. Но по горячим следам задержать злоумышленников не удалось. Следственный комитет пообещал награду в 3 миллиона рублей за любую ценную информацию по этому делу. На месте трагедии криминалисты обнаружили 6 гильз 9-мм калибра. Причем пули были изготовлены на разных заводах. Это могло привести к осечке. Поэтому следователи сделали вывод, что киллер и его сообщники не профессионалы. На следующий день в беседе со следователями Анна Дурицкая рассказала, что после ужина она с Немцовым пошла пешком к нему домой на Малую Ордынку. Дойдя до середины Большого Москворецкого моста, Анна услышала странные звуки и увидела, что ее спутник падает. Она поняла, что в него стреляли. На мосту произошло убийство. Борис. Откуда появился убийца? Я не знаю. Я не видела, потому что это происходило за моей спиной. Со слов девушки был составлен фоторобот стрелка. Ни номер, ни марку машины, на которой он скрылся, Анна не запомнила. Вскоре следователи установили, что преступников было как минимум трое. Один следил за Немцовым, второй стрелял, третий находился за рулем автомобиля. Разумеется, за всем этим стоит таинственный заказчик. Удивительно, но ни одна из видеокамер, расположенных поблизости от места убийства, не зафиксировала трагический момент. Правда, у следствия имелась запись одного из российских телеканалов. В момент убийства камера снимала панораму города с видом на Кремль и собор Василия Блаженного. На кадрах видно, что за Немцовым и Дурицкой идет человек. В момент убийства место преступления оказалось в так называемой слепой зоне. Никто не видел, кто же конкретно стрелял в Бориса Немцова. Хотя на мосту тогда находились и другие случайные прохожие. Оперативники выдвинули несколько версий убийства. Первая – дестабилизировать политическую обстановку в России. Поэтому, среди прочего, искали украинский след. Вторая версия – это месть безумных исламских радикалов. Немцов активно и жестко критиковал Рамзана Кадырова. Кадыров просто тяжело психически болен. Его надо лечить. Причем срочно. Он нуждается в госпитализации. Морфин, промедол. Ну как шизофреников лечить? Такого надо лечить. И третья версия – бытовая. Кто-то мог испытывать личную неприязнь к Борису Немцову. 27 февраля, за несколько часов до гибели, политик побывал в эфире столичной радиостанции. Разговор шел об антикризисном марше, намеченном на 1 марта. О проведении честных выборов, а также о вооруженном конфликте на Украине и о коррупции в России. Также Немцов высказывался в защиту убийцы российских журналистов Надежды Савченко. Обвинения, которые ей предъявляются, ну просто и с одной стороны чудовищные, а с другой стороны и бездоказательные. И кроме того, ведь просят-то ведь не это, а просят изменить меру пресечения Наде. Например, там, на домашний арест. Но даже на этот режим не соглашается. Такое ощущение, что они хотят, чтобы Надя умерла. Вполне возможно, что кто-то просто не любил Немцова за подобные высказывания. Что касается бытовой версии, выяснилось, что за несколько месяцев до убийства Немцову угрожали неизвестные через социальные сети. По какой причине – неизвестные. Не прошло и недели после убийства, как следствие заявило об аресте подозреваемых. Ими оказались 5 ророженцев Кавказа. Их обвинили в подготовке и убийстве Бориса Немцова. Еще один соучастник преступления погиб при задержании. Через 2,5 года коллегия присяжных Московского окружного военного суда признала виновными всех пятерых задержанных чеченцев. Уголовное дело составило более 70 томов. Судья объявил приговор. Заур Дадаев получил 20 лет тюрьмы, но непожизненное заключение, как требовало обвинения. Сначала он сознался в убийстве. Я его догонял с быстрым шагом. В упор где-то, не в упор, не знаю, 5 метров где-то как. Дошел, ничего не говорил, никаких слов не обвернись, не ради кого-то, не ради чего-то. Есть так? Я этим, опять же говорю, не хвастался, ни перед ним, ни перед кем. Просто Всевышний знает, от чего, для кого и как я это делаю. А затем Дадаев отказался от своих слов и не признал вину, заявив, что вынужденно оклеветал себя под пытками. Якобы его двое суток истязали неизвестные люди, прежде чем передать в руки следователей. 19 лет тюрьмы дали Анзору Губашеву, 16 лет Шадиду Губашеву, 14 лет Тамерлану Искерханову и 11 лет Хамзату Бахаеву. Одним из самых важных свидетелей на суде стал Евгений Молодых. Он рассказал, что в ночь трагедии шел по мосту на некотором расстоянии от Немцова и Дурицкой. Он же первым оказался возле смертельно раненого политика. Правда, момент убийства Евгений не видел, так как смотрел в свой смартфон. Но заметил, как какой-то человек прыгнул в притормозившую тротуарную ковушку. Поначалу свидетель говорил, что лица мужчины он не разглядел, поскольку видел его только со спины. Но затем утверждал, что все-таки Дадаев очень похож на того злоумышленника. Кстати, 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, согласно видеозаписям, находилось порядка 8 человек. Но в материалах дела они не фигурируют. Имеется еще одна видеозапись, на которой к Анне Дурицкой подходят двое мужчин. Все вместе, они исчезают из поля зрения. По всей видимости, троица спустилась вниз по боковой лестнице моста. Об этом эпизоде украинская модель в своих показаниях умолчала. Суд определил виновных и наказание для них, а вот до заказчика так и не добрались. По версии следствия, им был Руслан Мухудинов, который осенью 2014 года предложил подсудимым убить Бориса Мельцова. Его мотивы так и остались тайны. Но, возможно, они просто засекречены. В качестве вознаграждения он пообещал им 15 миллионов рублей. Денег, кстати, нигде не нашли. Возможно, заказчик не успел расплатиться с киллерами. Местонахождение Мухудинова неизвестно. Он объявлен в международный розыск. Кто же такой Руслан Мухудинов? Подсудимые пренебрежительно называли его мальчиком на побегушках у некоего Руслана Геремея. Геремеев, в свою очередь, был когда-то заместителем командира батальона «Север». Он тоже в розыске. Для справки. Батальон «Север» был создан в 2006 году под патронатом Рамзана Кадырова. Дадаев, главный обвиняемый, служил именно в этом подразделении. Надо сказать, что там же числился и некий Беслан Шаванов, который погиб при задержании, когда были схвачены остальные пятеро причастных к убийству Немцова. Не секрет, что Борис Немцов был принципиальным противником войны в Чечне. И в этом вопросе конфликтовал с тогдашним президентом России Борисом Ельцином. В 2002 году Немцов встречался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Политик выступал на съезде чеченского народа и говорил, цитата, «неприемлемые для чеченского народа вещи». В частности, политик предлагал разделить Чечню на равнинную и горную части, фактически отдав последнюю ичкирийцам. Он считал, что с тех пор стал врагом номер один для Рамзана Кадырова. В убийстве Бориса Немцова западные средства массовой информации и политики Рьяна обвиняли российские власти. Но вряд ли можно было найти место для подобной трагедии хуже, чем вблизи стен Кремля. Ведь гораздо удобнее это было сделать, например, в Ярославле, где Немцов был избран в депутаты областной думы. Да и не представлял он никакой опасности для власти. Его рейтинги были слишком малы, чтобы всерьез стягаться с политическими тяжеловесами. Подтверждением там и был провал Немцова на выборах мэра Сочи в 2009 году. После гибели политика его сторонники предложили переименовать Большой Москворецкий мост в Немцов, мост и установить памятник. Но городские власти на это не пошли. Власти США, наоборот, решили назвать в честь Немцова площадь перед российским посольством в Вашингтоне. После убийства он стал известен, потому что он сразу стал символом радикальной российской оппозиции, которую преследует власть. Николай Сванидзе, историк, журналист. И в связи с ухудшающейся уже тогда атмосферой российско-американских отношений, естественно, они не замедлили назвать площадь его именем. Мы в значительной степени поощряем подобные вещи, потому что если бы мы, когда я говорю мы в данном контексте, я имею в виду российскую власть, Кремль, поскольку мы очень болезненно, раздраженно и нервно относимся ко всему, что связанному с Немцовым и с его памятью, то, естественно, это сразу же замечается окружающими. В столице Чехии, Праге, напротив, люди начали сбор подписей против переименования площади с красивым названием под каштанами в площадь Бориса Немцова. Новшество совсем недавно предложил нынешний мэр Праги Сдени Гржип. Церемонию торжественного открытия доски с новым названием намечали провести в пятую годовщину убийства Бориса Немцова. Все зависело от решений членов Гурсовета Праги. Президент Чехии Милош Земан в свою очередь назвал поступок пражского мэра политической провокацией против России. Фактически это можно назвать ударом из-за угла. Кстати, в своем последнем слове обвиняемые в убийстве Немцова заявили, что чеченцы в спину не стреляют.